друзья привет привет с вами снова ирина грачева и сегодня у нас очередной выпуск посвященной безопасности и сегодня мы будем перезаряжать сработавший жилет жилет спинлок с системой надувания хамар хамар выпускает свои инфлейтеры то есть система срабатывания для разных жилетов и для спинлока нам нужен вот этот вот который разработан специально для жилета спинлок я его особенность том что у него есть вот такая вот ручка для которой есть специальные места в жилете чтобы ее вставить и баллончик с газом уменьшенного размера то есть там все также находится 33 грамма газа но сам размер баллона немножечко меньше чтобы поместилось остальное оборудование которое включено уже в жилет мой жилет спинлок сработал во время спасательной операции в океане когда я была вынуждена покинуть лодку во время регаты трансад после поломки мачты и когда судно сопровождение снимала меня я в жилете выбросилась за борт и за трос была подтянута на катамаран естественно жилет сработал и помимо того что сработала сама система хамар то есть он надулся также сработали и подлежат замене огоньки вот такие огоньки подсветки об этом тоже расскажу как их поменять спинлоковский огонь подсветки люм он служит для того чтобы как можно больше подсветить сам жилет то есть крепить его нужно с обратной стороны со внутренней стороны жилета чтобы огонь подсвечивал яркую вот такую вот желтую поверхность самой надуваемой емкости жилета этот огонек срабатывает от контакта с водой поэтому он должен быть надежно защищен от непроизвольного срабатывания от таких ситуаций когда вас окатило волной и вода попала на контакты и так мы видим что после срабатывания на моем жилете индикатор имеет красный цвет это значит что я должна его заменить если по какой-то причине на вашем еще не сработавшим жилете индикатор на инфлейтере хамар тоже красного цвета то такой инфлейтер также подлежит замене кроме того следите за сроком годности инфлейтера год указан вот здесь в первую очередь я заменю огонь подсветки для этого я переворачиваю жилет обратной стороной и нахожу на нем то место на которое наклею огонек это место должно быть чистым гладким без каких-либо швов или ремней такие огни рекомендуется проверять достаточно часто потому что вот такой способ крепления часто бывает поврежден из-за носки из-за того что так или иначе все это внутри немножечко трется поэтому проверяйте что ваши огни все еще прикреплены к жилету делайте регулярную ревизию чтобы не оказаться по критической ситуации без такой вот важной подсветки которая позволит найти вас в темноте готова следующим шагом я буду менять сам инфлейтер я буду делать это по инструкции инструкция есть и в печатном виде также можно найти материалы в интернете и видео от самого спинлока как это делается первое что нам понадобится это конечно же плоская поверхность это мой стол и жилет должен быть максимально сдут вот набор для замены который включает себя сам механизм срабатывания баллончик с углекислым газом и ручку за которую можно мануально дернуть если по каким-то причинам механизм не сработал автоматически маркировка указана вот здесь вот это маркировка баллона который вам нужен это 33 грамма co2 и соответственно вот здесь вот на цилиндре мы видим ту же самую маркировку 33 грамма co2 каждый из наборов для замены содержит вот такой вот ключик для того чтобы развести операцию дальше мы держим рукой желтую крышку и продолжаем поворачивать черное кольцо против часовой стрелки снимаем отделившуюся деталь кольцо вместе с желтой крышкой и вот внутри мы видим ответную часть механизма срабатывания и вынимаем ее вместе с баллоном из жилета вынимаем ручку мануального срабатывания из ее гнезда сработавший механизм нам больше не нужен максимально удаляем весь оставшийся воздух перед установкой проверяем также новый механизм срабатывания проверяем что индикатор на крышке зеленый проверяем что индикатор на ответной части присоединенные к баллону тоже зеленый и проверяем дату годности инфлейтера жилет у нас максимально сдут мы вставляем новый баллончик внутрь устанавливаем баллон внутри вертикально здесь вот можно увидеть есть стрелочка по которой вы можете проверить ось и смотрим за тем чтобы кольцо уплотнения легло в свою колею достаточно ровно и плотно после этого крышку в открытом виде надеваем сверху и удерживая всю конструкцию одной рукой другой рукой поворачиваем черное кольцо по часовой стрелке чтобы закрыть вам было не слышно но раздался легкий щелчок что означает что механизм сел на свое место и будет работать после этого продеваем ручку мануального запуска на ее место сквозь петельку и сажаем ее кармашек ну вот и готово теперь остается только скрутить жилет и закрыть на молнии очень важно скручивать жилет таким образом чтобы защитить вот эти огоньки от попадания воды на их контакты потому что эти огоньки предназначены только для того чтобы подсветить жилет в надутом состоянии и они не должны сработать во время обычного ношения жилета просто от того что на них попала вода поэтому аккуратненько скручиваем так чтобы они оказались внутри защищенными проверяем что капюшон надежно прикреплен здесь у нас есть точно такой же огонек поэтому его тоже заворачиваем аккуратненько и располагаем огонек таким образом чтобы не повредить его мы потихоньку начинаем закрывать жилет какие-то небольшие огрехи мы уберем и переупокоим чуть позже здесь вот есть такое окошко через которое можно будет видеть статус инфлейтера вот эту вот точку красную или зеленую чтобы сразу было понятно в рабочем состоянии или его нужно заменить убежавшую молнию ставить достаточно легко здесь предусмотрен специальный механизм для этого следим за тем чтобы она пошла ровно зубчики друг напротив друга и нужно будет догнать ее вот до промежутка с желтыми зубчиками которые между собой не закрываются и не должны закрываться благодаря ним жилет у нас потом раскроется то же самое проделываем с обратной стороны но в данном случае нам нужно будет сначала прогнать всю молнию по кругу до вот этого вот желтого разрыва и только потом закрывать итак оба бегунка на исходное и начинаем упаковку этот край сразу подгибаем устанавливаем инфлейтер так чтобы его было видно через окошко и просто закрываем первую молнию подгибаем ее внутрь и здесь есть кнопка запаковываем основную массу лишний воздух если он там есть можно стравить через отверстие для надувания ртом просто нажав на клапан и вуаля спасибо за внимание пока пока